Семья Воронцовых пришла к проруби в полном составе. Родители поддерживали сыновей. Младшему Жене всего 9 лет и он последовал примеру старшего брата. Оба в этом году окунались в крещенскую купель впервые. И каждый нашел в этом свой смысл. Думаю, что холодно, а в теле был жар. Кровь начала очень хорошо бурлить в теле и бросился адреналин. И собираешься мысли, и вот это называется сила духа. И ты ее чувствуешь. Наконец-то ты чувствуешь себя в соединении со всей природой. И когда ты окунаешься в эту леденящую воду, там нет мыслей. Ты понимаешь все пространство, ты чувствуешь и наслаждаешься этим моментом. Новичков-экстремалов в этот день было немало. Православному обычаю каждый следовал как мог. Кто-то просто умывался водой из купели, кто-то набирал святую воду в бутыли. А кузнецов четвертого цеха в СМПО ледяной водой было не испугать. Они закаленные. Первый раз ныряете? Да, первый раз. Как ощущения? В следующем году повторим. На работе жарко. С кем вы работаете? Кузнец. Четвертый цех. Возле проруби были замечены представители и других цехов корпорации. Алексей Сагангалиев из 54-го погружается в прорубь уже лет 15. В этом году он приобщил к своей традиции и коллег. Я сейчас только что человечка своего с работы позвал, говорю, пойдем покупаемся. Он говорит, может быть я не смогу. Я говорю, сможешь. Просто подойди, можешь зачерпнуть ладошкой лицо мыть, можешь ножки просто опустить. А можешь потом и сам выльтнуться. В общем, в принципе, прошелся полностью вот так, как она есть. По дорожке прошел. За порядком следили сотрудники полиции, неподалеку дежурила скорая помощь, а сотрудники клуба моржевания «Апогей» консультировали новичков о правильном погружении. Ажиотажа не было. Небольшими группами солдинцы подходили к купели, накануне освященной, служителями храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. И это придавало верующим сил. Да так, это закалка простая идет, организма. И все. А в плане православия что вы? Ну так верим в Бога. Окунались до трех часов ночи, понемногу подходили и в субботу. В этот же день храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова встречал горожан на службу, и все желающие уносили благословленную воду, которую будут использовать в течение года.